Сотни подписей в защиту водоема и множество обеспокоенных рязанцев. С начала лета горожане заметили резкое ухудшение состояния системы прудов в микрорайоне Дашково-Песочня. В защиту позиций граждан встали представители депутатского корпуса. Именно к ним они решили обратиться для продвижения идеи по очистке водоемов. Пруд настолько загажен, а это экологическая среда, куда водили детей отдыхать. Дети любили кормить непосредственно уточек, любоваться. Люди даже рыбу ловили. Приходили просто вечерком отдохнуть после работы, подышать свежим воздухом, полюбоваться на утчик, ловить рыбку. Но во что превратился пруд, действительно нужно принимать какие-то меры. Роднички, которые подпитывали чистой водой, они затянулись. Жители говорят, что лет шесть назад пытались почистить. Некоторые говорят, что может быть поступают какие-то отходы. Обмельчавший водоем, поросший растениями, мутная, дурно пахнущая вода и лишь одна утка, плавающая в трясине. Водоем еще пару лет назад выглядел совершенно иначе. Ни одной травы не было, здесь была чистота. Вода была чистая, прожатная. Здесь даже утки улетели, они в нас не переводились никогда. Берега были чистые, стояли лавочки. Сюда запускали, вот я знаю, что запускали сюда рыбку. Место отдыха было прекрасное. Деды с внучком своим рыбку ловили, здесь стояли, вот удочки сидят, закидывают. Приятно посмотреть было. По словам местных жителей, раньше люди здесь даже купались. Теперь в том числе и пожилые люди вынуждены заниматься совершенно другими делами возле этого водоема. Я решила в этом году собрать подпись, поддержку иметь. Я на жаре стояла здесь и показывала, что я хочу. Вот объект, хочу, чтобы он был в таком нормальном виде, чтобы мы могли сюда действительно приходить детьми. Денег нет, вот что отвечают власти по словам местных жителей. Но депутаты решили поддержать горожан. На это у них есть своя позиция. Во-первых, я считаю, необходимо наладить активное взаимодействие различных структур администрации с общественными активистами, чтобы совместно как-то выработать меры по решению данной проблемы. А второе, необходимо, конечно, комплексно подходить к вопросу экологического состояния в городе Рязани и именно развивать вот эту муниципальную программу охраны окружающей среды. По словам представителей депутатского корпуса, необходимо корректировать критерии эффективности данной программы, мероприятия, которые проводятся в ее рамках и те финансовые средства, которые на нее идут. Вот эти программы, по которым сейчас идет бюджетное финансирование, конечно, они должны оцениваться по понятным для каждого человека критериям, должны содержать конкретные мероприятия, которые позволяют улучшить состояние. И, конечно, объем финансирования по ним, он должен быть принципиально другим. Депутаты фракции работают над подобными предложениями. Ее представители говорят о том, что контроль со стороны общественности за бюджетными средствами просто необходим. Ведь если программа окружающей среды считается высокоэффективной, а результат оставляет желать лучшего, значит контроля недостаточно. И задача депутатского корпуса – стараться сделать так, чтобы повысилась роль общественного контроля за деятельностью власти. Таким образом, повышается вероятность оперативного реагирования на просьбы обращения людей, которые ежедневно живут рядом с проблемами. Стоит сказать, что в вопросе решения экологических вопросов у депутатов уже есть опыт. И бумажки нахожу.